Кэфы в Москве, по-моему, кокуджамбо. Я здесь толкаюсь за эту тысячу рублей, просто полдня проебать на этом рынке. Доброе утро, товарищи коллеги, а также не коллеги, просто зеваки, которым интересна жизнь таксиста. Сегодня понедельник, 8.39 утра. Будем зарабатывать бабличка, трясти с москвичей, мародерить, потому что сегодня 2 декабря, и я думаю, что новогодние коэффициенты уже наступают нам на пяточки. Это означает, что можно нормально заработать. Правда, я проспал вчера, немножко книжек перечитал, назовем это так, и проснулся поздно. Уже все на работе, в принципе, я только вышел, поэтому я думаю, таксисты сейчас нахер никому не нужны, но мы не расстраиваемся. Давайте проверим коэффициентики сразу, сходу просто. Если они есть, берем заказик. Ну вы посмотрите, ну Москва может, когда хочет. Опять пестрит, как старые добрые, когда Яндекс был еще снисходителен к нам. Выжимаем сцепление и переходим на нейтраль, потому что нужно переключиться на таксопарк надежный. Комиссия парка всего 1,5%, вывод под 0, хоть после каждого заказа 24 на 7, и комиссия на вывод всего 1%. А девушки работают вообще без комиссии парка, как вам такое? Много интересных плюшек, все они по ссылочке, по QR-кодику или в описании видео. Переходим, ознакомливаемся, самые выгодные условия на рынке. Всем не гвоздя, не жезл, а мы поехали дальше. Опа, а вот люди заправляются, зачем делать это с утра, если можно делать с вечера, и с утреца уже выходить на работу, я не понимаю. Я всегда заправляюсь перед сном, что и вам советую. В этот момент, когда я выезжаю из своей деревни, у меня всегда выпадает заказик, очень мощный, сочный, с большим кэфом с утра, но утренний кэф я проспал, поэтому ждем хотя бы какое-нибудь дерьмецо. Какое-нибудь дерьмецо придет, нет, вы увидите эту сказку или нет? Вам от моих друзей привет, утенок, а этот молчаливый у нас. Ну а он любит деньги, а этот поболтать. Так, пропускаем всех. Опа, пошел, 1.58, час 10 поездка, едем в центр Москвы. Хорошо, подача 6 минут, хорошо. Вот оно, вот оно, сразу джекпот. Я много вас душить всякой болтовнёй не буду, хочется чисто информативный видос, сколько можно заработать в начале декабря, а потом сравним заработок в конце декабря. То есть 30 ватт-31. Ну где-то так. Ну все, поехали. Сделаем промежуточные чекпоинты где-то в 12. По аккаунту у меня ошибка, как у всех, из-за тестирования. Рейтинг 5.0 уже держится, я не знаю сколько, год, наверное, работаю за пятерочку. Платину в прошлом месяце мы добили. Ну как вчера, позавчера еще было 15 тысяч баллов. В остальном все отлично. Заработок за прошлый месяц у меня составляет 223 тысячи. Но я шароёбил, по-другому не назовешь. Я там отдохну, там пивко дёрну. А так, в принципе, хороший заработок в ноябре был. 10 тысяч, 10, 9800, 12900. И это все без бонусов. Тут видите, пустота, потому что я где-то там придрочился. И опять 11, 12, 10, 10. Ну хорошо, надеемся в этом месяце так же все будет тепленько ложиться. Тем более декабрь, снег. Конечно же, в Москве его нет. Но холод дает о себе знать, дает коэффициенты. Ну что, воротники, 58 минут, 2300 заработано. Ну не 2300, конечно, минус комиссия Яндекса. Но все равно приятно. Работаем дальше, время 9.45. 1700 вышло с комиссии Яндекса. Давайте выйдем снова на линию. Опа, тут пошли лужицы уже по 460, по 570. Ну поздние лужи, они такие беспонтовые. Ну кафе горят. В принципе, в зоне коэффициента сейчас посмотрим. Чиназос, сюда, сюда, мача. Ну ладно, возьмем по приколу. Пятизвездочный водитель. Этот пассажир. Катнем его. Да потому что сейчас мача. Сейчас мача вообще не поймешь, что он отворит. Потому что мача может выдать цену больше, намного больше, чем цена с коэффициентом. Порой с коэффициентом цена ниже, чем мача. Ну короче, каламбур от Яндекса. Не смешной, правда, но каламбурчик. Меня вот эта тема вообще прикалывает. Точка вот здесь, а пассажир вот здесь. Это как вообще? Другой конец района. Вот это покажи водителю, где я, полная я. Ну вы поняли. Пять минут двести шестьдесят четыре рубля. Это не окей. Это очко. И выпала нам еще одна мача. Четыре минуты подача. Красота. Едем, едем. Мы же любим золотой дождик от Яндекса. Давай Яндекс. Полностью об бассына с водителей. Почему я не пропускаю эту желтизну? Потому что у меня приоритет упал до минус тринадцати. Одна отмена и сразу блокировка. Нельзя. Нет выбора у нас. В нашей свободной демократичной стране. Или у нас не демократия. Что у нас вообще? В политику не лезу. Работаю себе. Смотрю под нос. Дурак. Надо изучать законы. Но соймемся этим завтра. Как обычно. Нормальная поездка. Что там уныть, страдать. Моча для лихача. Пятьсот двадцать рублей за пятнадцать минут. Но зато настроение хорошее. Там девочка такая. Лапочка просто. Пышечка. Смеялись, пошутили. Зато настроение. А деньги это второстепенно. В такси же мы все для души. Для настроения. У нас у всех бизнесы какие-то. Наверное есть. Помимо меня. Как-то меня это обошло стороной. Я просто таксую. Потому что таксую. Следующий заказ. Коэффициент один пятнадцать. Три минуты подачи. Ну все. Короче. Я делаю этот заказ. А потом сниму уже. Когда будет тысяч пять. Наверное. Потому что. Ну что я буду вам делать голову. Зачем я забиваю вам. Ваши нейронные. Ненужные информации. Ни гвоздей, ни жезла. Рекламная пауза. Ну что тут у нас. Коробочка. Везем на рынок. Тяк. Тяк. Не знаю как расшифровывается. Но. Он большой. А. Торговый ярмарочный. Ну это в Кузьминках. Торговый. Ярмарочный. Блять. Все. Запутался. Короче. Надо там отдать каким-то китайцам. Доставочка за 30. Ладно. Я 40 минут ехал где-то сюда. 1137. И благодаря тому что это экспресс. Он без комиссии. Поэтому. У нас сразу будет баланс. 4 700. Ну 800 рублей. 4 800. Сейчас. Днянгуря 5000. Вообще хорошо. Можно будет покушать. И продолжить работу. Выжимаем сцепление. И переходим на нейтраль. Потому что нужно переключиться. На таксопарк. Надежный. Комиссия парка. Всего 1.5%. Вывод под 0. Хоть после каждого заказа. 24 на 7. И комиссия на вывод. Всего 1%. А девушки работают вообще без комиссии парка. Как вам такое? Много интересных плюшек. Все они по ссылочке. По QR-кодику. Или в описании видео. Переходим. Ознакомливаемся. Самые выгодные условия на рынке. Всем не гвоздя, не жезл. А мы поехали дальше. Это просто шквал эмоций. Я не понимаю. 2У08. Я потерялся в этом рынке. Я уже просто включил платное ожидание. Чтоб хотя бы капало. Потому что я не понимаю, куда мне идти. Я просто не втыкаю. 2У08, блядь. Что это? Я уже 40 минут не могу найти, куда мне идти. Сейчас хотя бы припарковаться. И отдам вот это дерьмо все. И пойду поем, потому что нервы просто нереальные у меня. 2У08. Это не 2У8. А именно должен быть ноль какой-то. Старый Баку. Чтобы вы понимали, время уже 13.37. Меня берут такие психи. У нее уже 20 минут платного ожидания. Да и давно исчерпалось. Просто давно уже. Я уже больше не заработаю. Я тут с 12 часов 10 минут. И уже 13.37. Я тут больше полутора часов кручусь. Больше полутора часов. Ради чего? Я не понимаю. Ради 1300 рублей. Даже с платными 20 минутами. Это просто одна звезда этому мудаку, который заказал. Просто одна звезда. Хотя ему ни в хост, ни в гриву. Ему ни холодно, ни жарко от этой одной звезды, блядь. Потому что я здесь толкаюсь за эту 1000 рублей. Просто полдня проебать на этом рынке. Полдня ради 1000 рублей. Это просто, блядь, нахуй эмоции. Я сду, короче. Ну что, народ, время уже 2. Заработано 4900. Пробег, не знаю, не сбрасывал. Но надо сейчас клеить шашечки обратно. Потому что в тяг таксистам без пассажира нельзя. Потому что отклеивать шашки, снимать все с машины ради этой посылки. И витого, давайте посмотрим, кстати, сколько я времени потратил на эту посылку. Вот завершен заказ. Я на него потратил 1 час 45 минут. 1 час 45. За 1400 рублей. Ну, можно схавать, но... Больше на тяг никогда не берите заказы. И я тоже брать не буду. Ну что, хлопчики, поспал я. Часика полтора, прям так, после этого тяга, поел Макдональдса. А, сделал один заказ, эту бабушку отвез. Помогу и жалобу составить на предыдущего водителя. И думал, кемарну. Сейчас взял заказы на коэффициент 1.15, что ли, я в Люберцах. В Люберцах же, не вру вам. Да, Люберца. И после этого заказа, я думаю, уже будет 6000 рублей. Добьем десяточку и домой. А может, не будем добивать. В 6 вечера ставим кнопку домой. Это прям железно. Ну что, молодежь, подводим итоги вечера. Время без 3. Ну, скажем, 6 вечера уже. Начали мы работать сегодня в 9. Грубо, да? В 9 и сейчас время 6. То есть мы проработали уже 9 часов. Если я что-то посчитал. Ошибся, наверное. Хотя нет, 9 часов, все правильно. Вот. И заработал на 7300. Вычеты все минуса, плюса потом, после смены. Пока что так. Так, на цифры ориентируемся. 12 заказов. Пробег, хер знает, забыл с утра скинуть. Завтра уже с пробегом будем считать. Ну, как по мне, как по мне. Давайте вычитать. На тяке на рынке я потерял 2 часа. 2 часа я делал этот заказ дебильный за 1000. Потом спал где-то час-полтора. Потом в Макдональдсе кушал. Ну, как будто бы неплохо. Неплохо, но можно было бы лучше. Ну, работаем дальше. Ну, как кафе, 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 кафе. Кафе в Москве, по-моему, куку джамбо. Ну, проплешины какие-то наблюдаются. Но тут, где я, в Зюзина нету них. Я, как обычно, и 5 баллов пробки. Взвестимся, заняты, против. Я его нажал на кнопку домой. Поедем домой. Пару каточек в КС-очку шарахнем. А вот в заказе, кстати, выпал с коэффициентом 1.15. Хотя на карте нет вообще кафов. Едем, но это все равно по пути домой. Лучше завтра с утра проснусь. И полноценную смену мы отработаем, нежели вот это не понятица. Лучше потерять сегодня, но нарастить завтра. В общем, сейчас поймаю все самые большие пробки. Меня закинут куда-нибудь далеко. Потом лень возвращаться домой. Кому это надо? Тем более, думаю, пока доеду домой, восьмерок мы добьем смело. Тем более, сейчас было на 7.300. Ну да, восьмерок будет. Ну что, народ, настало время подводить итоги. 19.13. Время заработано 7.900. И я в 5 минутах от дома. Я решил, что хватит с меня сегодня. Сделано 13 заказов. Лучше завтра встать с утра, чем сегодня. Морочиться. С утра коэффициент хотя бы есть. Под вечер только пробки. Ну, кафе, по-моему, сейчас тоже разгорелись. Давайте посмотрим. Ну, только в центре что-то наподобие на севере. А в остальном все тухлячок. Поэтому едем домой. Отсыпаемся. Всем ни гвоздя, ни жезла. Доброй ночи. Или что-то вы грязные еще в крошках. В общем, только благополучия. Только успехов. Тех обнял. Зарабатываем. Зарабатываем. Надо грабить этот Яндекс. Но пока что грабит только он нас. Спасибо за просмотр. Лайк, комментарий. Ваше мнение. Все будет хорошо. Выжимаем сцепление и переходим на нейтраль. Потому что нужно переключиться на таксопарк надежный. Комиссия парка всего полтора процента. Вывод под ноль. Хоть после каждого заказа 24 на 7. И комиссия на вывод всего 1%. А девушки работают вообще без комиссии парка. Как вам такое? Много интересных плюшек. Все они по ссылочке, по QR-кодику или в описании видео. Переходим, ознакомливаемся. Самые выгодные условия на рынке. Всем ни гвоздя, ни жезла. А мы поехали дальше. Продолжение следует.